Итак, всем доброе утро, Бодертоф, хеллоу, доброе утро, дорогие друзья, всем Бодертоф, сейчас я нахожусь в городе Аждот, город Аждот, Израиль, приехал я в гости к своему другу, так, отлично, значит все, собираемся, всем доброго благословения, всевышнего ученикам Торы, амэн, амэн, шалом, все, кто учат Тору, все, кто двигаются к Богу, всем благословения, все. Так, Наталья Раднер, доброе утро, Зураб Асланян, шалом, я когда-то в ранней молодости, где-то лет в 22, я когда ознакомился иногда с девушками, я тогда был еще не религиозный, и говорил, как зовут меня, Зураб, я говорил, Зураб, вот у нас сейчас есть Зураб Настоящий, или, да, я был Зураб Ненастоящий, вот у нас Зураб Настоящий, хорошо, так, итак мы продолжаем изучать, перте, вот, поучение отцов, значит, продолжаем изучать, поучение отцов, кстати, почему пока весь собираются все, почему называется, Влад Козов, доброе утро, почему называется поучение отцов, перте, а вот, как бы главы отцов, значит, интересно, что первая книга Торы посвящена, Табу книга Берешит, рассказ о том, как формировался вообще, вначале, как мир формировался, а потом еврейский народ, и были про отцы, Авраамец, как и Яков, и вся книга практически рассказывает о том, как они жили, как они жили, как они действовали, как они разговаривали, как, то есть, в первую очередь, человек должен знать, как правильно действовать, а во вторую очередь, как, как соблюдать заповеди, как бы, перте, вот, он говорит о поведении, о том, как действовать, хорошо, значит, мы подошли к четвертой главе, четвертая глава звучит так, третья глава у нас была, что не будьте, как, говорил ее Антигна Слышевского, не будьте, как рабы, которые служат господину для получения награды, а будьте, как рабы, которые служат не для получения награды, и пусть будет страх перед небесами на вас, то есть, это состояние, ты должен, с одной стороны, из любви, не для награды, служить Богу, с другой стороны, ты должен Бога бояться, понимая, что это Бог, который, который одного его, ну, то есть, одного его, даже не движения, движения мысли, для него, для него день, как тысячу лет, ну, то есть, это совершенно не, не сравнивые для нас, непонятные определения, но факт в том, что когда ты к нему приближаешься через любовь, то любое неправильное движение, оно становится опасно, понятно. Теперь дальше, четвертая глава звучит так, значит, это первая глава, в которой появляются два главы поколения, один был из них Наси, Наси, это как переводится слово, ну, как князь, как царь, один был главный, а второй был глава Равинского суда, глава Сан-Эдрина, то есть, он, второй, он, как есть, судебная власть и исполнительная, и вот Наси, это была исполнительная власть, как президент, скажем так, да, а это был глава Равинского суда, и вот впервые разделилось, разделилось управление миром Торы, и появилось два, как бы, два мнения, два, Талмуд говорит, что в этом поколении впервые появилось два мнения, до этого была всегда Тора, она была как единый поток, и тут оно разделилось, начались уже споры. И если посмотреть на их спор, вот, то, что сказал Йоси Бенюэзер Иштреда, и то, что сказал Йоси Бенюханан Ишерушалаем, это сейчас главный, как можно сказать, спор между, есть мир Ешив, мир Ешив, это мир, в котором главный акцент делается на изучение Торы, на интеллектуальное соединение с Богом, на интеллектуальное постижение до максимально возможного предела, понимания, как Бог создавал мир, зачем Бог создавал мир, как он миром управляет, что он хочет, это, и как правильно действовать, это мир Ешив, в Ешивах изучают интеллектуально о Боге. Теперь, второе направление, это как Хасиды, да, есть очень много в мире Хасидов, а для них самое главное, это действия. Действия, добрые дела, Пимилут Хасадим, это воздаяние добром, то есть они более такие эмоционально действенные, то есть если мы возьмем интеллект, интеллект, эмоции и действия, то Хасиды, они больше сосредоточены на эмоционально действенном служении, а мир Ешив на интеллектуально, ну, естественно, есть все три, без трех этих составляющих нет настоящего служения Богу, то есть это все тогда иллюзия, то есть должно быть обязательно интеллектуальное понимание, что Бог хочет, изучение Торы, должно быть эмоциональное служение, это намерение приблизиться к Богу, намерение любить Бога, намерение служить Богу, это эмоциональное служение, и оно больше всего выражается в молитве. Молитва это благодарность и просьба, благодарность и просьба, и ты через вот эти вот, благодарность, просьба, прославление, там, да, то есть ты в этот момент эмоционально с Богом соединяешься. И третья составляющая, без нее нет служения Богу, нет Торы, это действия. Действия это выполнение заповедей, и это действия, Адмилут Хасадим по отношению друг к другу, добрые дела. И вот, значит, сказал нам Йосип Бен, Йоэзер Ишстре, да, он нам сказал следующую вещь, он говорит, Что он имел в виду? Дом, пусть будет домом собрания мудрецов. Давайте сейчас дальше продолжим, и будет понятно. Он говорил, Пусть будет твой дом домом собрания мудрецов. Вэавэ митабэк бэафар раглеем. И митабэк это как пылись, а вак это пыль. Пылись в пыли их ног. Вэавэ шотэ бэцама эт дивреем. И пей с жаждой их слова. Впитывай жаждой их слова. Значит, он нам сказал, он нам сказал, как бы, три главных правила изучения Торы. Первое правило изучения Торы. Значит, пусть твой дом будет домом собрания мудрецов. То есть, с тем поведешься, от того и наберешься. Старайся всеми силами, всеми возможными силами приблизиться к мудрецам. Потому что с мудрецом пообщался, мудрости набрался. С дураком пообщался, дурости набрался. То есть, все как бы понятно. С тем поведешься, от того и наберешься. Как сделать свой дом домом собрания мудрецов? Есть разные способы. Например, в еврейском народе было всегда принято, что если мужчина зарабатывал и потом он хотел дочку выдать замуж, то он старался в меру своих возможностей и сил найти для дочки мужа, чтобы он был мудрец Торы. И поэтому самые богатые люди в верейском народе выдавали своих дочерей за самых великих мудрецов. И это было принято, это было прямо вот до сегодняшнего дня. То есть, если есть ешивы, в которых такие хорошие ешивы, и там учатся ребята, есть рейтинг их интеллектуального такого высоты. И дальше есть семьи такие, которые прямо они выполняют эту заповедь, и они хотят соединиться с мудрецами Торы. И они говорят, вот дочка наша, мы берем полностью этого парня Равина на обеспечение, пускай он только учит Тору, пускай он посвящает все свое время своему служению Богу через изучение Торы. Понятно, да? То есть, это первый вариант. Это породница с мудрецами Торы. Второй вариант. Было принято у всех, у всех таких людей богатых, которые в то время могли, ну, раньше могли себе это позволить. Они организовали ешиву, бейт-мидраж, дом учения, желательно в своем доме. Нет, они рядом где-то строили ешиву и так далее. То есть, они делали свой дом домом собрания мудрецов. Теперь минимальный вариант, да, такой бюджетный вариант. Бюджетный вариант это книги мудрецов. Отлично, то есть, ты делаешь у себя дома обязательно библиотеку. Читая книги мудрецов, ты с ними общаешься. То есть, делай свой дом домом собрания мудрецов. Ты берешь эти книги, подписываешься на сайт Ваикра, на сайт Талдотру и так далее. То есть, ты как бы общаешься, сейчас особенно через интернет, через YouTube, можно общаться с любыми мудрецами. То есть, ты их, именно их пускаешь в свой дом. Не включая телевизор, пускаешь в свой дом разных там злодеев, сумасшедших и так далее. А именно через, через СМИ, через, сегодня вот можно через телефон, через Facebook и так далее, пускать в свой дом только таких людей, которые являются мудрецами. И не впускать всяких немудрых людей. Дальше. Значит, первое, что он сказал, пусть будет твой дом домом собрания мудрецов. И это очень-очень важно. Еще раз, наполнить свой дом, а так как главный дом для человека, это его голова, то есть, мы все живем, каждый живет в своей голове, в своих мыслях, то обязательно нужно каждый день общаться, читать книги мудрых людей, книги мудрецов, торы, почитать Пертеевод, послушать Равинов. Я сейчас, например, и всем очень рекомендую слушать Рава Шаркушнира «Секрет семейного счастья». Очень я вот начал эту тему исследовать. Есть такие лекции, прям советую вас, погуглите, если можно, то Влад Косов и Яков Шатанин найдут, если эти лекции в YouTube, они есть в открытом доступе, чтобы они к нам сделали посты на Ваикре, чтобы они на сайте к нам на сайте, значит, пожалуйста, поставьте на сайт лекции Рава Ашара Кушнира, у него есть цикл «Четыре лекции. Секрет семейного счастья». Это лучшее, что есть про семейное счастье, про семью. То есть, все, когда вы слушаете Рава Ашара, то вы как бы его впускаете в свой дом, вы выполняете то, что сказал Йоси Бенюезер из Штрета «Сделай свой дом домом собрания для мудрецов». Второе. То есть, здесь есть очень важный принцип обучения. То есть, когда-то к одному профессору пришли студенты, такая известная история. Этот профессор, значит, он им говорит, вы знаете, прежде чем мы начнем учиться, давайте чайку попьем. чайку. Давайте попьем чайку. И, значит, вот Марина молодец, большая молодец. Они поддерживают двоюродный брат Рав. Вы лучше всего, чтобы у вас в семье были вот эти вот кого-то, кого вы поддерживаете. В каждой семье должен быть кто-то, кто учит Тору, кто посвящает себя полностью Богу. И это как защита на всю семью. И вот, значит, этот профессор, он ученикам говорит, прежде чем мы начнем учиться, прежде чем мы начнем учиться, давайте чайку попьем. Давайте. Значит, он берет чайник, чашки и начинает наливать, наливать в чашки чай. Налил уже чашки полные, а он продолжает лить. Он продолжает лить. И студенты на него смотрят, не понимают. Уже чай переливается через край чашек, а он все продолжает лить. Они говорят, профессор, уже же чашки-то полные. Он говорит, это мы начали уже обучение. Смотрите, если вы из себя думаете, что вы полные чашки, что вы знаете, то вы уже ничему не научитесь. То есть подход к учебе должен быть такой, что я не знаю. И тогда, если в дальнейшем Мишнав Пертеевод говорится, кто хахам, кто мудрец. Аломет Миколь Адам, тот, кто учится от каждого человека. То есть, если ты становишься настолько скромный, что ты можешь учиться через каждого человека, а там дальше идет объяснение, как царь Давид говорил, Миколь, Меламдай и скалки. Царь Давид. Этот царь был, великий царь, который был самый мощный человек того времени. Значит, смотрите, вы у нас, Владислав Вадимович, у нас, мы изучаем Тору, у нас мы не про христианство. То есть, или есть отдельно христианские сайты, отдельно еврейские. Это иудаизм, это Тора. Мы не про Иисуса. То есть, пожалуйста, не пишите больше такие вещи, потому что у нас идет, мы идем по линии, учим Тору. Кстати, интересно, я вспомнил про царя Давида. Царь Давид с Богом разговаривал за тысячу лет до христианства. И он уже написал свои псалмы за тысячу лет до появления христианства. Поэтому мы изучаем более, более древнюю связь с Богом, которая была за три тысячи лет до возникновения христианства. Есть христианские сайты. Пожалуйста, Владислав Владимирович, я не против того, чтобы там вы писали все, что вы хотите. Так вот, двигаемся дальше. Значит, он сказал, Йосибен Юэзер Иш Среда, он сказал, что пылись в прахе их ног, мудрецов. То есть, когда ты приходишь учиться, он сказал, то ты должен учиться, а не обучать. Ты должен учиться, а не обучать. Тогда ты можешь научиться. Если ты приходишь уже с намерением обучать, то значит, ты закрыт для знания. А царь Давид, он говорил, как раз он говорил так, что Миколь Меландай Искалти, от каждого, кто меня поучал, я умудрился. Ти Эдотеха Сихали. Потому что свидетельство твое, божественное, говорило ко мне. То есть, что он говорил? Он говорил так. Через любую реальность, через любого человека со мной взаимодействует Бог. Нет в этом мире никого, кроме Бога одного. То есть, есть вся эта реальность, это божественная реальность. И когда человек находится на таком высоком и глубоком уровне соединения с Богом, как находился царь Давид, то он видел и слышал обращение к нему Бога даже через любого простого человека. Потому что он видел свидетельство божественное, говорило ко мне. И вот, значит, поэтому сказал Йосипа Ньюэзер Ишстреда. Он говорит так. И пылитесь прахи их ног. То есть, если вы собрали мудрецов у себя в доме, то вы тогда чуть-чуть себя прибейте, да, в плане в пыль. Раньше были мудрец сидел на таком кресле или там на скамейте, а ученики сидели на полу на коврах. Это было как бы пылиться в прахи их ног. И третье, что он сказал То есть, пей, пей, значит, с жадностью их слова. Вот это очень интересный момент запоминания новой информации он нам открыл. Если любой человек берет, вот он просто в нормальном режиме восприятия информации, он как бы, как понимаете, возьмем так. Вот мозг, да. Его главная функция мозга – это инстинкт самосохранения, выживать и решать задачи, связанные с выживанием. То есть, это как бы его структура главная, да. Так он устроен, как механизм. И вот обычный человек, он слушает какую-то информацию, мудрецы, урок Торы, радио, песня какая-то. То есть, там нет никакой опасности, и там нет никакой для него задачи выживания. Поэтому мозг просто пропускает этот поток информации сквозь себя, не запоминая этот поток информации. Почему? Потому что это никак не связано с выживанием. Понятно. Так вот, сказал нам Йосипе Ньюэзер Ишцреда, он говорит так, что когда ты сделал свой дом домом собрания для мудрецов, и когда ты готов у них учиться, то есть ты опустил свое эго, и как будто бы ты пылишься в прахе их ног, после этого и пей с жадностью их слова. Для того, чтобы запомнить, ты должен к этому отнестись, вызвать у себя сверхинтерес. Сверхинтерес такой вау, как будто бы ты это как дети. Дети вначале они все запоминают, им все интересно, потому что у них мозг еще как бы пустой, им вся информация нужна для выживания, им нужно заполнить вот это вот всю внутри файловую систему для того, чтобы знать, как мир работает. И пока есть ребенок не заполнил свою вот эту файловую систему, да, он все воспринимает вау, так интересно, вот у него вот такие глаза, он каждую вещь он рассматривает, впитывает. Так сказал нам Йосипе Ньюэзер, когда ты встречаешь мудреца, впитывай каждую вещь, каждый его шаг, каждое его действие, каждое его слово, в нем есть великая мудрость, если это реальный мудрец. Я помню, когда-то я приезжал на уроке Рабыцка Казильбера, Зехраноса Дехли Враха, я реально смотрел, как он делает, как он говорит, как он раскладывает бумажечки. Я помню, вот такие даже мелочи, он такой заходит в свою квартиру, у него такой стол, и на столе очень много разложено разных бумажечек. Он сам знал всегда, вот в каком порядке, где он что положил, у него была феноменальная память до старости. Но он, когда он сам разложил, он все помнил, где лежит. Но когда кто-то передвинет твои бумажечки, откуда ты знаешь, как найти твою бумажечку? А у него все было на его маленький бумажечек. И он заходит, я помню, все сидят, его ждут, он такой говорит, так, говорит, мои бумажечки никому не трогать, или я буду очень-очень злиться. И он это, а он такой веселый, и он так это сказал, знаете, ну понятно, что он злиться не будет. Но это было настолько смешно, что все сразу, а-а-а, с одной стороны, все поняли, что бумажечки трогать нельзя. С другой стороны, он это сказал настолько приятно, и настолько весело, и настолько вот так располагающе, что вот хотелось постоянно его слушать. Значит, все, вот эти три вещи нам сказал Йосип Эньюэйзер. Давайте их еще раз повторим. Значит, первое, значит, с кем поведешься, от того и наберешься. То, что ты впускаешь в свой мозг, то его потом и наполняет. И если у тебя мудрость на входе, у тебя будет мудрость на выходе. Если у тебя мусор на входе, у тебя будет мусор на выходе. То есть, это первое. Нужно очень фильтровать ту информацию, которую ты пускаешь в свой мозг, и впускать только мудрость. Только мудрость, об этом много говорится, особенно нельзя впускать лошоно раз, злоязычия, всякую негативщину и так далее. Второе, это быть скромнее. То есть, у каждого человека может найтись для тебя тот фрагмент мудрости, который послал тебе Бог. Если ты открыт, и ты, особенно когда мудрец с тобой разговаривает, да, если ты открыт, то ты этот фрагмент мудрости можешь схватить. И дальше, третье. То есть, петь с жадностью их слова, когда ты нашел уже источник мудрости, то отключи все остальное. И так как мы уже люди все в возрасте и с пробегом, и у нас голова уже заполнена вообще не мудростью, большей частью, да. Там мультики, фильмы, все я вам могу там, я не знаю, кто ходит в гости по утрам, и я думаю, что 90% моих слушателей вспомнят, тот поступает мудро. Да, почему? Потому что эта песня Винни-Пуха была услышана в детстве. А Мишна, Йосипа Ньюэзер Ишт-Среда, то даже имя его непонятно, тем более этот город Среда непонятно и так далее. Так вот, когда вы встречаете настоящую мудрость, мудрость Торы, божественную мудрость, нужно третий вывод, прямо настроиться на нее, вау, прям впитать, и потом ее повторить, повторение мать учения. И тогда, бах, эта мудрость заходит в мозг, и значит, вы потом начинаете прямо производить это как семена, и у вас будут вот такие вот цветы вырастать, как видите, на заднем фоне, будут вырастать цветы, будут вырастать мудрые мысли, духовность и так далее. И в заслугу этого у вас будет все прекрасно, и придет Машеах, и будет третий храм. У нас, кстати, вот сегодня сейчас 94-95 человек в прямом эфире, а нам надо тысячи. Я вам, давайте вот как тысяча человек будет, значит, с Божьей помощью уже придет Машеах, прямо в эфире помолимся все вместе, и произойдет какое-то чудо. Прям я в это верю, и значит, все, завтра, поэтому встречаемся в 10 утра с Божьей помощью, и будем изучать, что нам сказал Йоси Бен Йоханан и Шерушалаем. Это второй мудрец в паре, и он с нами будет говорить не о изучении Торы, а о добрых делах. Все, спасибо, напишите, пожалуйста, свои выводы, поделитесь этим уроком, поделитесь уроком, повторите. Есть перевод, есть ссылочка, перевод Мишны, перевод всей главы, повторите то, что вы вчера учили, позавчера. То есть, учение Торы – это работа над изучением Торы. Это не послушал урок, это круто, что послушали урок, мы вместе сделали этот урок, все. Работа должна быть. Все повторили, рассказали, повторили, рассказали, оп, и получили с неба очень много благословений. Все, всем счастливо, удачи, успехов, хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!